Он ставит перед собой серьезные цели и умеет их достигать. Спортсмен из Мариэл Алексей Соколов одержал победу на прошедшем в Москве чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов и стал трехкратным чемпионом в забеге на 60, 100 и 200 метров. Правда, многим горожанам и любителям здорового образа жизни Алексей знаком как известный и успешный фитнес-тренер. Но истинная страсть Соколова – легкая атлетика. Подробности далее. По хлопочку, да, бежим максимально быстро на стопе. Активность. Кто первый, тот и чемпион из вас. Глаза закрыли. Побеждает тот, кто постоянно побеждает себя. Принцип Алексея Соколова, которого он придерживается как в работе с детьми, так и в жизни. В спорте Алексей со второго класса. Сначала дзюдо, потом лыжи, затем атлетическая гимнастика. Бегом он начал заниматься в 20 лет, а в 23 года выполнил норму мастера спорта. Установил три рекорда республики. Через некоторое время в спортивной карьере Алексея наступило 12-летнее затишье, которое, однако, не помешало подготовиться к чемпионату России. Три года регулярной и систематической работы. И покорена новая вершина. Тренировка, она состоит из нескольких этапов. Это силовой период, где акцент идет на работы со штангой. Потом идет скоростно-силовая работа. Штанга тоже сохраняется, только не в таких объемах. И период скоростной работы, где идет работа в основном на беговой дорожке, под секундомер. Очень много тоже прыжковой работы. Для Алексея, как для тренера, важно определить сильные и слабые стороны юных спортсменов. И работать над теми и другими в равной степени. Слабые – укреплять, сильные – поддерживать. Тренировки, да, регулярно проходят. У меня четыре тренировки в неделю, через день, потому что, ну, как бы, дают день восстановлению. То есть, кто-то занимается каждый день, мне эта схема не подходит, мне нужен день отдыха, это обязательно. Вот, плюс массаж, конечно, какие-то процедуры, бани используются, питание сбалансированное, потому что восстановительные процедуры, они имеют большое значение. Особенный подход к работе приносит успешный результат, который, в свою очередь, вдохновляет на новые победы. Когда приходят с лишней массой люди, и когда мы скидываем там 20-30 килограмм, они просто становятся счастливыми. А когда человек счастливый, он счастье дает, излучает из себя, ну, это, наверное, самая лучшая похвала для тренера. То есть, ты получаешь удовольствие, ты любишь свою работу так, как, ну, не знаю, невозможно это описать и объяснить. Основная мотивация – это мои дети. То есть, у меня два сына, они меня мотивируют, они приходят всегда на меня болеть на соревнования. То есть, они меня очень сильно мотивируют. Поэтому все победы, в принципе, я посвящаю своей семье. Несмотря на достигнутые успехи, Алексей не собирается останавливаться. В планах – выйти на международный уровень и достойно показать себя на чемпионате Европы и чемпионате мира. Кроме того, совсем недавно Алексей получил право работать с детьми, поэтому его тренерский путь только начинается.